Аппетитный пирог в виде цветка образованный из нескольких рожков, наполненных несладкой яичной начинкой. Готовится эта выпечка из творожного теста, получается нежный, слегка слоистый и очень вкусный. При выборе творога для приготовления теста ориентируйтесь на то, что он должен быть достаточно влажным, нерассыпчатым. Цельнозерновую муку, указанную в рецепте, можно заменить ржаной или белой. Также учитывайте, что количество муки может варьироваться в зависимости от влажности творога. В первую очередь подготовьте все ингредиенты, указанные в составе. Сливочное масло заранее выньте из холодильника, яйца отварите, зеленый лук порежьте кольцами. Вместо паприки можно использовать любые специи по вкусу. Далее необходимо приготовить тесто. Для этого в глубокой миске соедините сухие ингредиенты, оба вида муки, просеянный, разрыхлитель и соль, примерно 0,5 часа L. Добавьте к сухой смеси порезанное кусочками масло. Оно должно быть пластичным, слегка мягким, разотрите ингредиенты руками так, чтобы получилась крошка. Добавьте в крошку из масла и мучной смеси творог, замесите руками тесто. При необходимости подсыпьте небольшое количество муки. Тесто должно получиться мягким, легко отстающим от рук, с небольшими крупинками творога, которые растворятся при выпекании пирога. Поместите его в холодильник на 15-20 минут. Пока тесто охлаждается, приготовьте начинку, очистите от скорлупы и мелко порежьте отварные яйца, добавьте зеленый лук, сметану, специи и соль по вкусу, перемешайте ингредиенты. Выньте тесто из холодильника, разделите на четвертого части, оставьте кусочек теста размером с грецкий орех для украшения пирога. И раскатайте каждую из них в круг толщиной 4-5 миллиметров, диаметр 19-20 сантиметров. Разрежьте получившийся круг пополам и выложите начинку в виде треугольников с каждой стороны половинки круга, распределяя ее на 16 рожков. Аккуратно сверните рожки навстречу друг другу, чтобы они получились примерно одинаковыми и встретились в центре полукруга. Проделайте аналогичное действие со всеми частями теста и начинкой. Поместите рожки в подходящую форму, а получившуюся пустошь в центре заполните шариком из теста, которое было оставлено ранее. По желанию смажьте верх пирога желтком и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40-45 минут. Рожковый пирог с яичной начинкой можно подавать к столу как в горячем, так и в холодном виде.